Итак, появилась информация о судьбе второго пилота Су-24, которого атаковали турецкие ВВС. Напомню, оба летчика успели катапультироваться, но одного расстреляли с земли. И вот только что стало известно, что штурмана, сбитого в серии бомбардировщиков, удалось спасти. Об этом президенту доложил министр обороны Сергей Шойгу. Реакция Москвы на атаку, судя по заявлениям, будет жесткой и Турции придется ответить за все. Но Анкара пока продолжает настаивать на своей версии инцидента, которая уже не выдерживает никакой критики. Эрдоган после серии переговоров с западными коллегами заявил, что он хоть и очень сожалеет о содеянном, но его страна имела право на защиту. Обороняться теперь будут и наши военные. Уже объявлено, что бомбардировщиков в Сирии станут сопровождать истребители. Елена Горшинина продолжит. С начала военной операции в Сирии министерство обороны России еще никогда не делало таких жестких заявлений. Безопасность российских военных, которые выполняют боевые задачи, нанося удары по ИГИЛ, будет усилена в разы. Такое заявление сделал начальник главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил России Сергей Рудской. Отныне бомбардировщики будут осуществлять свои вылеты только под прикрытием истребителей. А со стороны моря небо от потенциальных угроз закроет крейсер «Москва». Крейсер «Москва», оснащенный системой противовоздушной обороны «Форд», аналогичный С-300, займет район в прибрежной части Аллатакии. Предупреждаем, что все цели, представляющие для нас потенциальную опасность, будут уничтожаться. Потери российских военных к этой минуте два человека. Один из пилотов, сбитого Су-24М, был расстрелян при катапультировании боевиками с земли. И это видео с мобильного телефона с лежащим на земле без движения российским пилотом накануне поздно вечером распространили мировые СМИ. На ролике слышно, как обступившие летчика мужчины кричат по-арабски «Это был русский самолет». Вторая жертва — морской пехотинец-контрактник. Он погиб во время спасательной операции. Комментируя гибели российских военнослужащих, официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что расстрел пилотов был актом самообороны сирийских туркменов. А на вопрос журналиста, можно ли считать стрельбу в безоружных пилотов самообороны, ответил, у нас нет четкого понимания, что там произошло. Эти заявления не остались без внимания Министерства иностранных дел России. Запомните эти слова. Навсегда запомните. Я не забуду их никогда. Обещаю. А пока итоги расследования этого инцидента в небе следующие. Никаких попыток связаться с российскими летчиками Су-24М со стороны турецких военных не было, потому что российский самолет не пересекал границу с Турцией. Он упал на территории Сирии, где и был перед этим атаковым. По точным данным объективного контроля, наш самолет границу с Турцией не пересекал. Это же подтверждается данными сирийской противовоздушной обороны. Более того, по данным радиолокационной разведки, аэродрома Хмимим, отмечен факт нарушения воздушного пространства Сирии атакующим самолетом военно-воздушных сил Турции. Этот факт расценивается как грубейшее нарушение норм международного права с самыми тяжелыми последствиями и прямое нарушение меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирийской Арабской Республике. И поведение Турции, говорят эксперты, это подтверждает. За сутки Раджеп Тейп Эрдоган попытался заручиться поддержкой всех влиятельных союзников. Собрал экстренное совещание Совета НАТО и провел телефонный переговор с президентом США. Всем своим собеседникам он рассказывал одну и ту же историю. Российский самолет залетел на территорию Турции и был сбит. Мы переживаем из-за случившегося, но действия турецких военных были правомерны. Турция имеет право на самозащиту. Еврокомиссары призывают стороны к введению прямого диалога. Такие инциденты впредь не должны повториться. Об этом говорили и глава внешнеполитической службы ЕС Фредерико Магирини, и председатель Евросовета Дональд Туск. Зато блок НАТО безоговорочно встал на сторону Турции. Я уже выражал свое беспокойство по поводу последствий военных действий Российской Федерации близ границ НАТО. Это подчеркивает важность наличия и соблюдения мер, которые бы позволили избежать подобных инцидентов в будущем. Как мы уже ранее давали понять, мы солидарны с Турцией как с союзником по НАТО и поддерживаем ее территориальную целостность. Впрочем, как утверждают мировые СМИ, единства по этому вопросу в Альянсе не было. С оценками случившимся, осторожные американцы. Официальное заявление Белого дома – это дело России и Турции. Хотя, по данным информагентства Reuters, Барреку Абаме известно, российский самолет был сбит на территории Сирии. Это подтверждают и влиятельные натовские военные. Я думаю, что турки допустили грубую ошибку. Я смотрел на трекер радара. Если они зашли в пространство Турции, то на 20-40 секунд не больше. По моим расчетам, самолет был сбит, когда направлялся на юг территории Сирии. Со стороны Турции это был неверный расчет. Этот самолет не совершал атакующих маневров. Если судить по схемам, то справедливо говорить о нарушении ограничений сближения. Но за это не сбивают. Все время было впечатление, что Турция каким-то образом поддержит исламское государство. Ведь кто-то покупает нефть, которую продает ИГИЛ. Она уходит какими-то путями. Мне кажется, что, возможно, она идет через Турцию. Но турки этого никогда не признавали. Следует понимать, что исламское государство – это не просто террористическая группировка. Это сунницкая террористическая группировка. Это означает, что она нападает на шриитов и служит интересам Турции и Саудовской Аравии. Такой же точки зрения на мотивы поведения Турции придерживается и британская индепендент. Анкаре слишком дорого обошлись попытки свергнуть режим Башара Асада. Годы финансовых вливаний в Жабхат-аль-Нусру и Ахрар-аль-Шам скоро могут пойти коту под хвост. Анкара сыграла важную роль в том, чтобы позволить ИГИЛ и другим джихадистам расправить плечи в Сирии и в регионе в целом. Экстремисты, кроме всего прочего, использовали Турцию как транзитный пункт для контрабанды оружия в Сирию. Впрочем, эксперты, которые напрямую объявляют Анкару пособником террористов, пока остаются в меньшинстве. Турция, один из старейших членов Североатлантического альянса, издавать своих НАТО не собирается. Кремль же оставил за собой право на ответные шаги. Елена Горшинина, Вячеслав Голубь, 5 канал.